Субтитры сделал DimaTorzok Двадцать дней грязи, веток и дождя Это так однообразно Перепрыгиваешь через одну корягу, потом через другую Все время одно и то же Когда я оказался по пояс в грязи И попытался выбраться Я зацепил подошву А я просто отключаюсь и иду Теперь мы все вместе Вот теперь мы все вместе, а то одного не хватало Монолита Как ты там? Ты не устал ведь? Ни разу не пожаловался Одолел подъем как настоящий мужчина Безумие После стольких усилий, вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Было забавно, когда мы приземлились и нас арестовали Добавил субтитры сделал DimaTorzok Отвезли в участок Сняли отпечатки пальцев И все это было записано на видео Мне здесь подписать? Да, здесь, вверху Передай что-нибудь семье, если до Испании дойдет только эта запись Пока все хорошо, не знаю, что случится в будущем Мы прыгали в костюмах Санта-Клауса Всем счастливого 2013 года! Это антенна в Лии Земля очень близко, тут я прыгал, держа парашют в руке Обычно, когда прыгаешь, нужно время, чтобы достать и открыть парашют А если держать его в руке, на то, чтобы его открыть, требуется гораздо меньше времени Оттуда мы прыгали много раз Сейчас внутрь здания попасть очень сложно Ремонт закончился, и внутрь попасть очень тяжело А вот пока шел ремонт, забраться наверх было очень легко Когда мы организовывали прыжки, то одевались как рабочие И попасть внутрь было проще простого Они надели комбинезоны и вот так их испачкали, чтобы пройти в здание Наверх поднимались по строительным лесам Это твой отец? Да Только посмотрите на него Отец семейства предпринимателей занимается такими вещами Сделать такое для бейсджампера – это большое достижение Ведь это значит прыгнуть оттуда, откуда никто никогда не прыгал В городе Это невероятно Очень здорово Просто круто Один забавный случай был Как-то мой друг говорит Знаешь, я снимаю квартиру в высотке в Мадриде И я такой Что? Мы с Дарио пошли домой, взяли парашюты, пришли к этому другу Открыли балкон и прыгнули Декабрь, три часа ночи Мы приземлились на Гран-Вио Вон там есть фото Четыре, три, два, один Вперед! Оставайтесь на месте Что, оттуда прыгали? Кошмар Нет ничего более волнующего Противоестественного Пугающего, чем броситься в пропасть Это не то, для чего мы созданы Мы буквально бросаемся в пустоту Навстречу смерти Чтобы потом жить радостней Мы всегда знали, что риск Очень интересная штука Он заставляет тебя развиваться Расти На другой вопрос Как далеко ты зайдешь? В основе проекта «Крылья» Именно эта идея Идея настоящего полета Мы хотели пролететь над всеми элементами Над водой, огнем Поэтому прыгали над вулканами Над Антарктидой Мы перелетели Средиземное море Гибралтарский пролив Мы стремились к ощущению И удовольствию Именно от настоящего полета Ты только представь Летать Сегодня мы можем летать Проксимити — это просто следующий шаг То есть мы уже можем летать У нас есть крылья А теперь мы еще и прыгаем с ними со склонов Это чувство ни на что не похоже Единственное, с чем я могу его сравнить Это с той радостью, которую внезапно испытывает Спущенный с поводка щенок Когда он бегает по полю И может делать все, что хочет И преисполнен счастье Вот именно так мы себя и чувствуем Во время таких прыжков Представь, что ты прыгаешь со скалы Что уже само по себе идет против всех наших инстинктов А потом еще и летишь рядом со скалой И контролируешь полет Все проносится мимо с дикой скоростью И ты, если хочешь, можешь приблизиться А если нет, то отлетаешь подальше Видишь вдалеке цели, думаешь Дай-ка я долечу туда Очень здорово, когда это получается Это что-то, что живет в нас Человеку хочется наслаждаться этим Наслаждаться жизнью На мой взгляд Я бы сказал, что этим Мы воспеваем жизнь Проксимити прыжок В конечном итоге заключается в том Чтобы пролететь максимально близко К неподвижным объектам И каждый хочет подлететь ближе Это как в компьютерной игре И вот тут-то начинаются проблемы Это затягивает Ты чувствуешь себя, будто настоящая птица Но птица, которая скользит Едва не цепляясь за разные объекты В конечном итоге Именно это и приводит к трагедии Я вам покажу кое-что Это наша с отцом последняя фотография Нас фотографировали прямо перед прыжком Мы никогда раньше не фотографировались перед прыжком Но тут получилось так, что он в первый раз надел свой новый костюм А я была в винг-сюте, который мне подарил Тони И поэтому мы сфотографировались прямо перед прыжком В тот самый день А затем он прикрепил к ноге Вот здесь, внизу Дымовую шашку И это была ошибка К тому же он примотал ее клейкой лентой По всей ноге И снять ее было невозможно Она держалась очень крепко Мы поднялись на самолете И я хорошо помню, как он подошел к люку и сказал Ох, мамочки И потом прыгнул В полете у него тут же загорелась нога Он в своем огромном костюме с крыльями Попытался дотянуться до шашки У него открылся первый парашют И он запутался в стропах Тогда он открыл второй Так и не освободившись от первого И они перепутались между собой Он упал на землю Не так быстро Но на достаточно большой скорости, чтобы разбиться Он еще 4 часа был в сознании И врачи пытались его реанимировать Но уже ничего нельзя было сделать Маноло Чана был одержим идеей поехать на самый высокий водопад в мире Анхель, Венесуэля И прыгнуть оттуда Тот несчастный случай помешал ему это осуществить Но мы знали о его мечте И решили организовать эту поездку Для нас это было своего рода прощание с ним Как вам это, ребята? Невероятно Санти, а тебе как? Вторым по счету из числа Значимой для этой группы людей Погиб Альваро Это Альваро Я вам дам обратный отсчет Три Два Один Поехали Альваро Альваро Бульта был настоящим искателем приключений И много чем занимался, помимо этого Работал ведущим на телевидении Объехал весь мир У меня сегодня ничего, так что в следующий раз Красавчик! Вперед! Вперед! Как дела? Я в фокусе? Дела обалденно! Швейцария Это поездка, в которой погиб Альваро Мы с Дарьей узнали о трагедии, когда находились в Гималаях И нас это сильно удивило, потому что у Альваро уже было достаточно опыта, чтобы хорошо исполнить этот прыжок И теоретически для него в этом не было ничего сложного Альваро и я прыгали последними и летели вдоль отвесной скалы, вдоль стены Мы выпрыгнули вместе, я ушел чуть вперед, а он меня снимал Пролетая, я увидел платформу, выступающую из отвесной скалы И решил, что было бы очень здорово пролететь совсем рядом над этой платформой Альваро полетел за мной, но слишком разогнался Ушел немного ниже и уже не смог увернуться от удара Это был последний раз, когда я его видел Когда это случилось с Альваро, я уже знал, что умер не только он, но и какая-то часть меня тоже умерла Откровенно говоря, это был второй сильный удар И с тех пор я уже был не в состоянии так наслаждаться прыжками, как раньше Спустя год я делал прыжок На протяжении 25 лет все прыжки, которые я совершал, были просто взрывом радости Каждый прыжок был лучше предыдущего в том, что касается ощущений, удовольствия от него, наслаждения Но тогда я вдруг заметил, что в этом прыжке совсем не было радости Это меня потрясло И с того самого дня, как это случилось, я больше не смог по-настоящему радоваться прыжкам Близость к объектам Это же просто замечательно Разве нет? Приходится немножко, конечно, прогуляться Мы поднимаемся 3 часа, лететь будем всего 50 секунд 50 секунд славы Дарио был как товарный поезд, который мчится со скоростью 400 км в час Нагруженный свинцом и без тормозов Это описывает его лучше всего Где бы он ни проносился, он все сметал на пути На Гопро? Ну да Дарио Баррио О, он был сама энергия Трудно сдержать слезы И вот, в общем-то, и все Вы можете остановить запись Это была моя личная трагедия Мы были рядом, и это было ужасно Была пятница, первый день фестиваля Настоящая катастрофа По программе шли групповые акробатические прыжки Это самая зрелищная часть фестиваля Вокруг было полно народа И, конечно, трагедии никто не ожидал Это важная папка 2014 год Как раз, когда Дарио погиб Тут видео прыжков, которые я делал вместе с Санти Можете посмотреть Когда мы приземлились С Дарио все уже случилось Но мы еще не знали Мы приземлились и были в восторге Каков прыжок? А трагедия была позади нас А мы и не знали Можно достичь скорости до 200 км в час 200 км в час Такая скорость — это залог безопасности То, что произошло с Дарио во время несчастного случая Произошло потому, что он летел с очень низкой скоростью Дарио увидел, что не проходит Повернулся и при повороте столкнулся со стеной замка Это винг-сьют, в котором я летал с Дарио С тех пор, как с Дарио произошел несчастный случай Я в нем больше не летал Я продолжал заниматься бейсджампингом В том числе фрибейсом Это восхождение с парашютом за спиной А потом прыжок со скалы Прыгал с воздушных шаров Со скал, но больше не летал Винг-сьюте Винг-сьютер Есть в Мадриде очень известный ресторан Шоу-программы «Фламенко» И когда скончался мой отец Я все бросил, чтобы заниматься семейным бизнесом Так что сейчас я занимаюсь в «Фламенко» У меня был перерыв на год, потом я вернулся к прыжкам Но мыслить стал уже по-другому Пытаюсь просто развлекаться максимально безопасно Ты совсем не изменился? Неправда Я живот отрастил Слушай, я так хотел с тобой увидеться Здорово Черт побери Ну, сколько мы уже не виделись? Уф, даже не знаю Год? Уже год, как я с травмой Так что, да Смотри, я перестал прыгать в июне И сейчас опять июнь Да ты что, уже год прошел? Да, прошел год Невероятно, да? А сегодня как раз три года С тех пор, как Дарио погиб И ты не прыгаешь, да? В прошлом году я получил травму Серьезную травму Два раза подряд В какой-то момент я сказал себе, что надо принять уже решение И все Но это очень тяжело Конечно, тяжело Что ж, все-таки 30 лет Я прыгал целых 30 лет Как я рад Но мне немного грустно от всего этого Это первый раз, что мы встречаемся, а я не прыгаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не ездил на фестивале после несчастного случая с Дарио Но мне позвонил Рамон и сказал Арманда, мы хотим увековечить твое имя Сделаем твою памятную дощечку Я согласился И раз уж я все равно приехал Мы решили выполнить несколько прыжков Что-то несложно и для удовольствия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это неофициальный вид спорта Сейчас делают попытки сделать его официальным Но не думая, что это произойдет Иначе пропадет его суть Потеряется весь его смысл Дело в том, что бейсджампинг Не предполагает соревнования Это опыт и приключения Мы опять загоняем в рамки цивилизации То немногое, что у нас осталось В первозданном состоянии Именно так случилось в парашютном спорте Он был довольно свободным Примерно сто лет назад Но постепенно его стали стандартизировать Ограничивать Практически полностью отсутствуют Несчастные случаи Так как, чтобы заниматься прыжками Надо пойти в сертифицированный центр Я за то, чтобы это было урегулировано Но лично у меня при этом регулировании Которое я вижу необходимым Возникает чувство потери Давай, может, перестанем жить Потому что от этого умирают Это же не решение Перестану жить, потому что умру Если меня спросят, например Сейчас, когда ты знаешь Что произошло за эти последние годы Зная, что произошло И имея возможность это изменить Имея возможность сделать так Чтобы этих смертей не случилось И твои друзья были с тобой Что бы ты сделал? Я точно не стал бы Поворачивать время вспять И оставил всё, как было Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok